Когда умные автомобили начнут убивать людей? Кто станет убийцей Oculus Rift? И как Apple попали на полмиллиарда долларов? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в Take It Easy Show о самом главном и интересном в мире IT. Но прежде чем мы начнем, зацени вот это видео, которое переплюнет все, что ты видел о спиннерах до этого. Полный ролик, смотри по ссылке в описании. Ну а теперь погнали! Итак, Apple попала на 440 миллионов долларов из-за нарушения патентов компании Virnet X. За 12 лет своего существования эта контора не предоставила ни одной услуги и не выпустила ни одного устройства. Но зато у нее куча патентов в общих сферах. Именно это позволяет ей кошмарить такие корпорации, как Microsoft, Apple или Cisco уже не первый год, да и в целом зарабатывать себе на хлеб многомиллионными судебными исками. Кстати, Apple уже не первый, да и не второй раз попадает на крючок компании Virnet X. В 2012, например, компания отсудила у Купертиновца почти 370 миллионов долларов в разбирательстве по технологии FaceTime. Но в 2016 году яблочников оштрафовали на 626 миллионов долларов из-за повторного нарушения прав на интеллектуальную собственность Virnet X. Вот это я называю мастерским троллингом. Уже давно вокруг беспилотных автомобилей ведутся дискуссии, как будет вести себя искусственный интеллект в экстремальной ситуации, когда ему придется выбирать, кого убить – водителя или пешехода. И, кажется, на горизонте забрежал ответ. Ученые из университета Болоньи предложили оборудовать беспилотные машины так называемым тумблером этики. В зависимости от ситуации водитель может сам настраивать свою машину. Это устройство может работать в трех режимах – полного альтруизма, эгоизма или беспристрастности. Таким образом, если аварии не избежать, то можно будет минимизировать жертвы. Например, режим «полный альтруизм» ставит в приоритете третьих лиц, то есть приносит в жертву водителя. Понятное дело, что режим «эгоист» – это спасение всех, кто в машине. Какая у вас красивая машина. Вы, наверное, работали за рубежом. Ну а беспристрастный режим одинаково оценивает спасение водителя и других участников движения. Исследователи считают, что этот трехсторонний метод все равно оставляет первоначальный выбор приоритетов за человеком, а не машиной. Кручу, 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 педали кручу. А я уже начала переживать, что Маск оказался прав по поводу машин-убийц, а так все равно окажется виноватым человек. Вот и отлично. Главное – режимы не перепутать. На днях Microsoft наконец-то выкатил долгожданное для многих обновление Windows 10 Fall Creators Update. Под обновление попали безопасность, видео, фото, игры и появилось несколько новых фич. Например, в Fall Creators Update появилось приложение Photos и обновление для Paint 3D и виртуальной реальности. Так, с помощью нового приложения Mixed Reality Viewer ты сможешь портировать свои шедевры сразу в VR. Ну, наконец-то я смогу сделать презентации PowerPoint в 3D. И, кстати, еще можно будет стримить игры в 4К через приложение Beam и без таких серьезных задержек, как на Twitch. Вдобавок ко всему, новая винда заточена под плотную интеграцию с Android и iOS. В общем, если у тебя Windows 10, марш на сайт мелкомягких за обновой и пиши нам свое впечатление в комментах. Но не апдейтом единым на днях отметился Microsoft. Мелкомягкие всерьез вступают в гонку шлемов виртуальной реальности. Windows Mixed Reality собирается потеснить Oculus Rift и HTC Vive на рынке VR. Главный козырь новой технологии, в отличие от Vive и Rift, то, что Windows Mixed Reality не требует отдельных датчиков для отслеживания положения головы и контроллеров. Все уже есть в самой гарнитуре. Кстати, забавно, что хоть проект и называется «Смешанная реальность», заточен он пока что полностью под VR. Тем не менее, Microsoft верит, что опыт виртуальной и дополненной реальности рано или поздно смешается. Производством шлемов занялись компании вроде Acer, Dell и HP. А самое главное, гарнитуру уже можно купить. Цена набора варьируется от 299 долларов до 530. Кстати, для использования Windows Mixed Reality тебе не понадобится полноценный игровой ПК. Кстати, а у нас уже есть такой шлем. Если хочешь, чтобы мы запилили на него обзор, ставь палец вверх. Как только этот ролик наберет 250 лайков, мы его сделаем. Но немного свежачка от Google. В Google Photo обновили алгоритмы распознавания животных, и теперь сервис сам может сортировать снимки питомцев. Кроме того, гугловцы добавили поиск по породам и эмодзи животных. Следующее крупное обновление коснулось Google Maps. Теперь с их помощью можно путешествовать по Солнечной системе. Ты можешь виртуально поглазеть на Марс, Меркурий, Венеру, Плутон, Луну и спутники Юпитера и Сатурна. Для составления карт планеты спутников использовались фотографии от НАСА, Европейского космического агентства и снимки зонда Кассини. Ну и новость, которую мы оставили на десерт. Недавно состоялось событие, которое несколько лет с нетерпением ждали все фанаты огромных боевых роботов. Битва между американским Eagle Prime и японским Куратас. Недавно в Японии на территории заброшенного завода прошла битва гигантских роботов американской компании Megabots и японской Suidobashi Heavy Industry. Турнир проходил в два этапа. Первая дуэль длилась полминуты. Японский робот Куратас просто свалил стальным кулаком американский Iron Glory. Ну а во второй дуэли участвовали Куратас и Eagle Prime. Роботы зажали друг друга в клинче, да так, что оба заглохли и машины пришлось растаскивать. В следующем раунде японский робот отстреливался краской из пулемета, а американский испытывал на противнике гигантскую бензопилу. В результате победу себе выпилил американец Eagle Prime. Можно сравнить этот бой со сражением Кирка и Горна. Ужасно, топорно, медленно, но подает надежды на лучшее. В любом случае, начало положено и вполне вероятно, что через несколько лет можно будет делать ставки на боях в стиле реальной стали. Это были все самые актуальные и достойные твоего внимания новости за последнее время. Кидай лайк этому видосику, шериву с друзьяшками, сабскрибируйся на канал и не забывай жмакать колокольчик. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok